Приветствую всех на моем канале! Подписывайтесь, кто еще не подписан и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе очередного видео. В одном из прошлых видео мы вместе с вами пересаживали вот эту орхидею. Это орхидея моя каменная роза. При пересадке были обработаны корни, в частности обрезала корни и обрабатывала срезы перекисью. После того, как пересадили орхидею, часто возникает вопрос, когда же ее поливать. Здесь общего правила, сколько должно пройти дней, нет. Все зависит от состояния корней в момент пересадки. Смотрите, если мы пересаживали орхидею с хорошими корнями и практически ничего не обрезали, то орхидейку можно переливать уже через 1-2 дня, если это необходимо. Если же у орхидеи было много гнилых корней, было много обрезанного, много было обработки, то, конечно, лучше подождать чуть больше, для того, чтобы все эти срезы хорошо подсохли. Особенно это касается того, если корни были гнилые. Но тут уже лучше подождать от 3 дней. И тогда уже поливайте тогда, когда видите по листочкам, по корням, что они просохли и пора поливать. Ну вот конкретно с этой орхидеи у меня сейчас прошло получается где-то 3 дня. И сегодня я вместе с вами проведу ее первый полив и расскажу вам про все нюансы, которые при этом надо учитывать. Для полива это орхидеи. Смотрите, я ее переставляю в более глубокую емкость для того, чтобы было удобно поливать. И поливать чем же? Ну, если все хорошо с орхидеей, в принципе, можно поливать и простой водой. Но мне очень нравится, я обычно свои орхидейки сразу после пересадки, вот первый полив, обязательно поливаю с янтарной кислотой. Она очень хорошо для орхидеи, которые вот только пересажены как раз, вот как в этом случае, для того, чтобы активизировать жизненные силы орхидеи. Это и для листьев, и для корней замечательно. Поэтому я буду и сегодня использовать янтарную кислоту. Общая дозировка здесь идет 1,5 мл на 1 литр воды, вот за инструкция. Мне так много не надо, точнее, не то, что мне так много не надо, у меня просто лейка. На 0,75 литра я буду использовать 1 мл. Мне нравится всегда отмерять инсулиновым шприцом. Смотрите, здесь мелкие деления идет очень хорошо, но, к сожалению, он у меня сломался, вот прямо сейчас я увидела об этом, и поэтому буду использовать мерную ложечку, вот она тоже, смотрите, идет на 1 мл. И размешиваем все. И уже готовым раствором поливаем нашу орхидею. Как всегда, я проливаю по краю горшка, и вот смотрите, совершенно новая кора, новый грунт. Смотрите, насколько она невлагоемкая. Вот я на нее лью, видите, она совершенно не впитывает. Сверху капельки лежат, вот, просто лежит. Она вообще, эта кора невлагоемкая. И обычно, ну вот в таких вот случаях, как этот кора, новые орхидейки, только пересаженные, надо чуть более часто поливать, нежели уже орхидеи, которые были посажены ранее. Но в любом случае, я все равно проливаю только по краю горшка. Я вам показывала, что защищаю шейку тем, что во время пересадки под шейку обязательно кладу кусочек уголька. И вот по шейке этой орхидеи также есть уголечек. Ссылочку на прошлое видео, где я пересаживала вместе с вами эту орхидею и старалась рассказать основные принципы пересадки орхидей, обработки корней, оставлю в описании под видео. И вот смотрите, вот эта кора, вот настолько я заполнила миску, ну где-то наполовину получается горшочек стоит в водичке. Обычно я оставляю минут на 10 постоять. Этого достаточно. Кора становится влажной и корни тоже напитаны. Но учитывая, как я вам показала, что кора не очень влагоемкая, наверное, сегодня на минут 15-20 я поставлю постоять вот эту орхидею, чтобы кора хоть немножечко увлажнилась, взяла в себя влагу. А в это время, пока орхидейка стоит в водичке, не буду терять время. И как раз я вам рассказывала также, что вот мне нравится. Я с осени начала экспериментировать, прочитала про все полезные функции мха и начала проверять. Слушайте, реально все работает. Я уже показывала вам результаты и в плане цветения, и в плане тургора. Как себя чувствуют мои орхидейки на окошке. Замечательно выглядят. И я именно в этот отопительный сезон все свои орхидеи сверху проложила мхом вместе с вами. Единственное, помните, что мух выполняет функцию, кроме того, что увлажняет, не так быстро испаряется водичка от орхидеи, защищает корни от солей, которые содержатся в воде. Также этот мух очень сильно абсорбирует себя, вот как я сказала только что, все соли. Поэтому его раз в два месяца обязательно стоит заменять. Ну, мне очень это понравилось. Посмотрим, как на лето. Пока не буду загадывать, буду наблюдать. Но на отопительный сезон однозначно в моих условиях орхидеи стоят на окошке над батареей. У нас в доме очень тепло, воздух более сухой. Поэтому для меня это спасение. И орхидеи в этом году по сравнению с прошлым намного лучше выглядят и дают лучшие результаты. Даже в плане цветения. Ну, конечно, в плане цветения вам показывала еще и калий. Огромную роль в этом году у меня сыграла. Но вот сейчас у меня и детки стали, кстати, расти. Очень скоро вам покажу. Орхидея выпустила новый цветонос, которым будет цвести. А на старом цветоносике, я его не обрезала, в это время дает детку. Это все происходит одновременно. То есть результаты, конечно, очень хорошие. Конечно, это комплексный уход дает все такие результаты. Это и полив. Я вам тоже рассказывала подробно, как поливают свои орхидеи в зимний период. И все нюансы этой подкормки, правильные, удобрения орхидеи, досветка. Ну и мох, я тоже вижу его результаты. Кому интересно, ссылочку на видео про мох я вам обязательно оставлю. Так, все, прошло время. Давайте достаточно. Сливаем водичку. Видите, внизу кора более увлажнилась. И возвращаю обратно, как я вам рассказывала, все орхидеи у меня стоят в вазонах над водой. Вот таким образом. Ну, только единственное, сейчас водички здесь нет. Я опять же пролью. Можно вот по краю вазончика лить водичкой. Вот так, видите? И вниз наливается водичка, наполняется. Орхидеи будут стоять не в воде, а над водой. То есть, смотрите, все. Этого достаточно. Если вы орхидеи переводите на мокрые пяточки, то делайте это обязательно постепенно. Сразу орхидею ставить в воду, ну, чтобы корни, я имею в виду, были в водичке, не надо. В любом случае, приучаем орхидейку постепенно. Те орхидеи, которые уже давно так стоят, конечно, я могу налить и больше водички. Могу и вот столько заполнить, ничего страшного, я знаю, не буду. Но вот новые орхидеи, с ними все-таки надо все это делать медленно, и все это надо делать постепенно. Что касается дальнейшего. Еще хочу, кстати, порекомендовать. Если у вас видите, что, например, листья теряют тургор, можно еще опрыскивать, протирать орхидею по листу. Очень хорошие результаты, знаете, дает опрыскивание эпином. Он очень такое сильное антистрессовое именно действие имеет. И после пересадок, транспортировок, смены каких-либо условий для орхидеи, эпин очень также хорошо действует. Тоже ссылочку на это видео оставлю в описании под этим видео. Обычно я вот свои орхидеи проливаю янтарной кислотой. И если вижу, что нужна посильнее поддержка, то еще и опрыскиваю эпином. В данном случае я этого делать не буду. Здесь, ну, я вижу, что орхидеи этого не надо. Видите, она их тургор хорошо держит. Вот листики сами держатся. Все у нее хорошо, все замечательно. И поставлю ее на ее уже постоянное местонахождение. Потому что после пересадки я на окошко не ставила. Ставила чуть дальше от окошка, потому что сейчас, несмотря на то, что февраль, у нас очень солнечные дни. И на южном-западном окошке достаточно света. Поэтому вот это растение, чтобы не сгорело, пока все-таки оно только-только пересажено, я его не ставила на окошко. Очень советую, перейдите, посмотрите видео про нюансы зимнего полива орхидеи. Как я поливаю вот свои орхидеи. В том числе я рассказала про ленивый метод. Потому что один раз в две недели я их проливаю массово классическим способом. А на следующей неделе я их проливаю ленивым способом. Ну, то есть таким образом чередую и облегчила себе, честно скажу, работу. Но вижу результаты хорошие, и мне стало намного легче. Потому что полить орхидеи классическим способом, все, которые у меня есть, это занимает достаточно много часов. А всем, кому было полезно это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередное видео. Пока-пока!